Продолжение следует... 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 для данного этапа развития, и будет объяснять, почему одни образы оказываются в центре внимания, а другие отступают на задний план. То же самое можно сказать о значении российского консекста, когда мы говорим о восприятии Соединенных Штатов Америки. То есть мы должны всю совокупность контекстов учитывать, и я постараюсь не столь много говорить об изменениях в межгосударственных отношениях, поскольку все-таки основная задача, как мы ее видели с Иваном Ивановичем, показать вот именно эту эволюцию взаимовосприятия, показать какие факторы оказывали влияние, и как вот эти образы, метафоры становились частью внешнеполитического дискурса по обе стороны Атлантики. Вот в связи с тем, что действительно российско-американские отношения проходят вот первый такой цикл, можно выделить и условные периоды внутри вот этого достаточно большого этапа развития российско-американских отношений. И вот первый период я бы назвала переходный, это конец 19 века. На уровне межгосударственных отношений все остается по-прежнему. Уравнение российско-американской дружбы на протяжении 19 века основывалось на очень важных основополагающих моментах, которые пока сохраняются и только-только намечаются изменения. Во-первых, это наличие общего врага в лице Великобритании в эпоху Пакс-британика. Во-вторых, это отсутствие конфликтов, отсутствие столкновений, отсутствие конкуренции экономической, экономической столкновений, геополитических, столкновений территориальных после продажи Аляски в 1867 году. И этот регион ушел из возможной зоны конфликта, хотя здесь наметились уже определенные трения. То есть мы с вами не видим тех самых пока изменений, которые бы позволили сказать. Да, уравнение российско-американской дружбы распадается. Да, у нас появляются новые факторы. Они лишь намечаются. В целом же поддерживается конструктивный статус-кво в двусторонних отношениях. И действительно, после убийства Александра Второго Конгресс Соединенных Штатов Америки принимает резолюцию, выражает соболезнования, сравнивая убийство Александра Второго с убийством Авраама Линкольна. После убийства президента Гарфельда российское правительство выражает соболезнования. Газеты российские пишут о том, что это действительно настоящая трагедия и сравнивать смерть президента Гарфельда со смертью Александра Второго. Русские помогают в поисковой операции пропавшей во льдах Шхуны Жанетта, на которой отправился к Северному полюсу капитан Де Лонг. В 893 году российское правительство предлагает займ в период кризиса в США, хотя отказывает всем другим остальным странам. Российское правительство признает планы Соединенных Штатов Америки по присоединениям Гавайи. Это было первое правительство, которое поддержало планы Соединенных Штатов Америки. В период кризиса восточного очередного США поддерживают Россию и ее политики. То есть вот то, что связано с общим уравнением российско-американской дружбы, когда Соединенный Штат осваивает континент, решая проблему рабства, решая свои внутренние проблемы и расширяя территории, нуждались в России для того, чтобы поддерживать свой статус в международной табле арабах. И Соединенные Штаты активно поддерживали начинание Российской империи, когда и та, и другая страна оказывала взаимные услуги в различных частях земного шара. Вот этот период пока сохраняется. Да, намечается уже конкуренция на нефтяном рынке. Да, намечается конкуренция на хлебном рынке. Да, первые трения на Дальнем Востоке. Но даже после окончания Японо-Китайской войны, в связи с тем, что Россия начинает строить Транссибирскую железную дорогу в 1891 году в Соединенных Штатах Америки существует вдохновение по поводу перспектив освоения вот этого огромного, многообещающего азиатского рынка. Использование Транссибирской дороги для своих нужд, для своих целей. То есть здесь мы не видим пока вот тех самых серьезных противоречий, которые приведут потом к кризису. Однако это на уровне государственных отношений. В целом, три вопроса в межгосударственных отношениях привлекает активное внимание правительства Российской империи и Соединенных Штатов Америки. Первый вопрос еврейский. Он был связан прежде всего с тем, что нарастает волна русско-еврейской эмиграции. Сам по себе еврейский вопрос оказался очень сложным в российско-американских отношениях, потому что в нем был гражданско-правовой аспект. Это то, что связано с реакцией общества Соединенных Штатов Америки, прежде всего американцев еврейского происхождения, на погромы начала 80-х годов. Это был аспект иммиграционный, который будет связан с надпывом иммигрантов и впервые будет поставлен вопрос в 891 году Блейнам о том, что если последствия политики одной страны выплескивают волны иммигрантов в другую страну, создают проблемы, то очевидно это перестает быть проблемой внутри политического развития Российской империи. Но вопрос только был поставлен. Он не придет к каким-то конкретным действиям. И, наконец, паспортный вопрос внутри еврейского вопроса. Вот это тот аспект, который впоследствии приведет к денонсации торгового российско-американского договора в 911 году. Это будет связано с тем, что вот эти волны российско-еврейской миграции, адаптируясь и получая американское гражданство в США, по-прежнему считались в Российской империи подданными, поскольку они покидали Отечество без высочайшей санкции. И приезжая с американскими паспортами в Российскую империю, они подвергались с гонением, уголовным преследованием и ссылались в Сибирь. И это расценивалось государственным департаментом как нарушение принципа американского гражданства, американского паспорта. То есть вот этот вопрос, он возникает в российско-американских отношениях, но пока госдепартамент идет на признание отдельных исключений по отдельным запросам. То есть было понятно, что Российская империя не изменит свое законодательство дискриминационное. И дискриминируя своих евреев, так же оно будет дискриминировать и тех, кто приезжает в Российскую империю. Поэтому госдепартамент берет за правило в каждом отдельном случае заниматься представлением определенных целей приезжающего представителя американо-еврейского сообщества для того, чтобы на основе джентльменских соглашений решать эти проблемы. Но на уровне общества волна российско-еврейской иммиграции, информация о погромах, которые прокатились в начале 80-х годов в Российской империи. Наконец, те очевидцы, которые пребывают в Соединенные Штаты Америки. И то движение, которое будет инициировано американо-еврейской общиной, немецкая, это старая американо-еврейская община, в составе восточной европейской иммиграции русские евреи будут очень заметны. Они будут участвовать в создании другого пространства для взаимодействия с американским миром. Это будет пространство идиш-культуры, это будет пространство восточного иссайда, это будет пространство, отличающееся от того, что было создано вот этой старой немецкого происхождения общиной американской, которая уже существовала. Но именно эти люди, именно эти американские граждане начнут создавать благотворительные организации и примут на свои плечи вот заботу об этих иммигранах. То есть само общество будет инициировать здесь движение, и мы увидим, как благодаря вот этому движению в ответ на погромы в Российской империи, будет формироваться образ России как тюрьмы для религиозных меньшинств. Как страны, где существует угнетение по принципу совести, где люди не имеют права выражать свою веру, за это их могут лишить не просто собственности, но и жизни. И вот эта иммиграция и та реакция в американском обществе, которая на эти первые группы еврейских иммигрантов из России наблюдается, вот это уже начинает менять устоявшиеся образы. Второе движение, о котором я хочу речь и сказать, повести речь, и второй вопрос в российско-американских отношениях, это вопрос, связанный с подвисанием договора взаимной выдачи преступников. Этот договор решился на межгосударственном уровне, и на межгосударственном уровне здесь было найдено полное взаимопонимание. В 1887 году между Российской империей и Соединенными Штатами Америки был подписан договор об экстрадиции. Соединенные Штаты были заинтересованы в том, чтобы выдавать, Российская империя была заинтересована в том, чтобы получать преступников. Ничего экстраординарного с точки зрения Министерства иностранных дел или Госдепартамента не происходило. Россия подписывала такие договоры, США тоже подписывали такие договоры. Однако в этом договоре был пункт, который исключал царя убийц из разряда политических преступников. То есть политических преступников нельзя было выдавать, но царя убийцы или те, кто участвовал в покушении на царя, могли выдаваться как уголовные преступники. И это создавало лазейку для получения требований и запросов о выдаче русских революционеров, которые скрывались в Соединенных Штатах Америки. Вот на самом деле число эмигрантов было не столь большое, скажем, по сравнению с Лондоном или Парижем, где были центры эмиграции революционной. Но здесь вот этот договор оказался своеобразной лапмусовой бумажкой изменяющихся отношений. Потому что договор буквально за несколько дней до подписания стал известен. Он появился на страницах прессы благодаря отечественной информации. И этот договор вызвал мощные движения в американском обществе. И это движение, во главе которого встали и русские революционеры, и прогрессивные деятели американские. И это движение, которое получило мощный импульс со стороны Джорджа Кеннона, который вернулся после поездки по Сибири, написал знаменитую книгу «Сибирь. Ссылка», где он разоблачил карательную систему царизма. И это было, знаете, удивительное обращение этого человека в антицаристскую веру, потому что еще в конце, не в конце 60-х, в 65-м, в 68-м году, в 868-м, в 65-м году он приезжал в Россию в составе российско-американской экспедиции по прокладке телеграфа из Европы в Америку. И нужно сказать, что тогда под влиянием гостеприимства российского правительства он принес очень благоприятное впечатление о политическом режиме. И когда Армстронг выступал с лекциями, критикую политический режим, Кеннон спорил с ним. И журнал «Сэкшери» решил организовать экспедицию, оплатить поездку. И Кеннон поехал, пользуясь благоприятным отношением правительства, оставшимся еще с прошлой поездки, поехал по тюрьму и местам ссылки. И создал книгу, где он поведал о том, как живут революционеры, сосланные в Сибири, как правительство борется с молоденькими девочками и гимназистами, пытаясь заставить их замолчать. То есть это, конечно, была гипертрофированная картина, но эта картина перевернула представление. Это была новая совершенно система репрезентаций, которая выводила нас на представление о России, как об огромной тюрьме, о Сибири, как о месте ссылки. Как говорили участники делегации из Российской империи, которые пребывают на всемирном выставке в Чикаго, это поразительно. Три слова маркера знают американцы о России. Сибирь, тайная полиция, ссылка. Все. Вот эти три слова исчерпывают их представление о том, что происходило в Сибири. В Сибири не только в Сибири, но и в Российской империи. И поэтому два правительства подписали договор, но дальше, как вы знаете, наступил момент обсуждения этого договора в Сенате. И вот на этом этапе движение развернулось очень активное. В 1991 году Кеннон опубликовал свою книгу «Сибири ссылка», начинает выступать с публичными лекциями. В 1991 году прибывает степня Кравчинский из Лондона, русский мигрант-народник в Бостон, создается Американское общество «Друзей русской свободы», начинает выходить журнал «Фриража» и возникает то движение, которое так и войдет в историю российско-американских отношений, движение «Друзей русской свободы в США». И вот это движение «Друзей русской свободы в США» вместе с американцами прогрессивными. Причем с такими американцами к этому движению прибегнули бывшие аболиционисты. Те люди, которые принимали участие в борьбе за отмену рабства. Это были, допустим, такие люди, как Лилен Уайт или Джулия Уорт Хоу, или Томас Вентфорд Хиггинсон, это был поэт Уиттер и поэт Лоуэлл, это был Марк Твен, который сказал, что будет благословен динамит, если благодаря нему можно освободить русский народ от рабства. И вот все эти импульсы, все эти новые образы сливаются в движение, которое блокировало на 6 лет ратификацию договора в Сенате. Вот уже на этом этапе мы можем сказать, как постепенно начинает вот этот вызов снизу со стороны общества вторгаться в сферу внешней политики. Конечно, в 1993 году договор был в результате ратифицирован, но ни один политический регрант не был выдан за все время существования договора. Несколько раз попыталось российское правительство запросить участников революционных движений. И каждый раз новое движение поднималось, особенно после революции 5-го, 7-го годов как раз Рудоли Цепурен, это два известных революционера, принимавших участие в революционных событиях, в том числе и на территории Прибалтики, их пыталось получить российское правительство, и оба эти случая закончились ничем. То есть не удалось в итоге добиться своего российского правительства. Договор не был ратифицирован сначала, но его ратифицировали через 6 лет. То есть на межгосударственном уровне все сохранилось. Но благодаря вот этому движению формируется действительно уже такой объемный образ страны-тюрьмы для политических диссидентов, представителей религиозных и национальных меньшинств. Формируется представление американцев о сопричастности делу освобождения России. Формируется представление о том, что Россия объект миссии освободительной. И то, что участвовали абалиционисты, дает совершенно новый разворот вот этому сравнению, о котором говорил Иван Иванович. У нас все время в российско-американских отношениях на протяжении всего 19 века присутствует вот это сравнение. Два института несвободы. Рабство и крепостное право. Так вот теперь Россия воспринималась как страна, населенная темным людям, которой нужно просвещать и которую нужно освободить от политического рабства. Договор экстрадиционный назывался участниками движения «Международный договор о бедных рабах». Посмотрите, как дискурс американский интегрируется в эту систему взаимодействий. И, собственно говоря, не случайно именно в это время образ Авраама Линкольна становится таким значимым в формировании представлений о политической модернизации. На роль Линкольна все время подбирались русские политические деятели. И этими деятелями в разное время становились и Виттес, и Павел Николаевич Милюков, и потом Солженицын, и потом Ельцин, когда Советский Союз перестал существовать. И это движение, формирующее демонический образ России, но демонический только в официальной составляющей, по отношению к официальной России, по отношению к правительству и народа, который так темен, неграмотен, но готов все равно будет к обучению свободе после того, как измениться в условиях его существования. То есть в рамках вот этого дискурса либерально-универсалистского, вклад, в который вносят участники движения друзей русской свободы, прежде всего, формируется вот такой двойственный образ, романтический по отношению к народу и демонический по отношению к правительству. Это никуда не исчезнет. Весь советский период будет существовать эта двойственность образов, ксенофобствующее правительство и народ, ждущий помощи из-за океана для того, чтобы совершить свою революцию, создать свои Соединенные Штаты России, реализовать свое чаяние по поводу 1776 года, но только а-ля РУС. И вот в этой ситуации мы видим, что межгосударственные отношения по-прежнему сохраняют статус дружественный, но на уровне общественном появляется вот это новое движение. Параллельно вот с этим либеральным универсалистским дискурсом, где формируется образ России тюрьмы, демонический образ правительства России и намечается романтический образ народа. В период русской революции я вам покажу карикатуру, чуть позже вы увидите, как это уже в полную силу проявится со всей очевидностью. Параллельно формируется еще один очень важный образ, еще один очень важный дискурс, который потом будет сохраняться и до сих порт сохраняется. Это условно такой консервативный дискурс, обусловленный текстом России. И мы видим, как в рамках этого дискурса формируется представление об извеченной Руси, представление о том, что национальный характер достаточно устойчив российский. И это одновременно и представление о правительстве негативное, и представление о народе. И этот дискурс будет выходить в последующем все время на фазе разочарования, на фазе рассуждения, что Америка в очередной раз Россию потеряла. И мы посмотрим, как это будет выглядеть в период первой русской революции, когда собственно сам образ русской революции сформируется. В рамках этого дискурса консервативного будут действовать не только консерваторы американские, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Это не прямая проекция на американский либерализм, консерватизм, это проекция во взаимосвязи с образом России. И вот в рамках этого консервативного дискурса будут действовать те, кто действительно будет придерживаться консервативного мировидения и формировать представление об новой экспансионистской идее в Соединенных Штатах Америки. И мы увидим, как будет формироваться представление о России как об огромном леднике, как о стране с кованой льдом. И вот эта метафора зимы льда будет показывать неподвижность России, ее застывшее состояние. Однако параллельно с этим будут существовать образы, дружественные образы, которые будут обращать внимание на другие аспекты развития Российской империи, развития русской нации. И эти образы тоже никуда не исчезнут. Я имею в виду русофильский дискурс, я имею в виду вообще деятельность русофилов в США. Именно благодаря им американское общество начнет открывать для себя русскую культуру, масштабно открывать. Знакомиться с переводами с русского языка на английский, классических произведений. Прежде всего это деятельность Изабеллы Хэрбуд, переводчицы, которая кстати первой писала Чирхова, а также переводила и Тургенева, дипломатом. И это отдельная страница в истории российско-американских отношений. Так вот в целом я вам могу сказать, что русофилы говорили о том, что России надо позволить быть иной. Они принимали ее инаковость. Они формировали представление о взаимосвязи между, достаточно гармоничной взаимосвязи между правительством и народом. Но при этом они не были законченными ориенталистами. И они допускали постепенное развитие. Но только чтобы сохранить вот эту soul for export, душу на экспорт, нужно было двигаться через постепенные реформы, в том числе инициированные сверху. Русофилы позволяли развивать совершенно новое направление, академическое изучение России. И мы увидим, что действительно и Чарльз Крейн, который давал очень немало денег на развитие, на исследования России, на знакомство американцев с культурой русской. И переводчики известные, такие как Хаскин-Натаниэль Доу и, конечно, Арчибальд Куридж внесут серьезный взклад в развитие академического изучения России. В Гарварде будет создана первая программа. Тут во второй половине 90-х годов будут читаны все лекции по литературе, по истории России и преподаваться русский язык. Но пока это очень скромные достижения, и в основном будет преобладать публицистический дискурс. И это очень важно. В Европе уже в академическом плане изучали Россию. Россия здесь пока изучается в США в таком плане публицистическом. Журналисты, путешественники, религиозные деятели пишут книги, и следующий путешественник знакомится с этими образами и с этими работами. И вот то, что существовало, этот дружественный статус, вот то, что старые образы никуда не исчезли, об этом свидетельствовала прежде всего компания помощи во время голода 891-92 годов в России, когда американский народ, именно народ, не правительство, это было чисто народное движение. Это был пример народной дипломатии. Снарядит пять кораблей с грузами, с хлебом для голодающих русских крестьян. Вы видите две знаменитые картины, знаменитые для тех и знаковые для тех, кто изучает российско-американские отношения. Специалисты не очень знают эти картины Айвазовского, не очень похожи на Айвазовского. Это две картины Айвазовского. Первая называется «Корабль помощи», 892 год, а вторая картина Айвазовского называется «Раздача продовольствия» или «Тройка». Айвазовский пребывает в Соединенные Штаты Америки в 892 году. Он пребывает для того, чтобы в последующем участвовать во всемирной выставке в Чикаго в 93-м году и оказывается свидетелем вот этого мощного движения в 892 году, развернувшегося в американском обществе. Американцы отдавали дань благодарности русским. За дружественную позицию в период войны за независимость, в период гражданской войны, когда две эскадры показались у берегов Нью-Йорка, в гаванях Нью-Йорка и Сан-Франциско, и это оказало помощь федеральному правительству и позволило сохранять союз. Американцы отдавали дань благодарности вот этим дружественным отношениям. И действительно пять пароходов с хлебом прибыли в Россию. Здесь консул и посланник следили за распределением продовольствия, принимал участие комитет Льва Николаевича Толстого. И это был мощнейший всплеск дружбы между Россией и США, знаете, такое движение, которое создало грань. Грань между старым и новым. Обратите внимание на эту картину. С одной стороны, Айвазовский давал интервью, рассказывая о том, что правительство России очень много делает для помощи голодающим. Потому что в это движение включились все друзья русской свободы, которые пытались объяснить американцев. Не посылайте хлеб в муку в Россию, ее разворудуют. Она не дойдет до крестьян голодающих. И вот когда Айвазовский прибыл в Российскую империю, в Соединенные Штаты Америки из Российской империи, он увидел это движение, и он для американских газет давал интервью. И в этих интервью он рассказывал о том, как много делает аристократия российская, как много сил отдают русские женщины борьбе в губерниях, охваченных голодом. Но парадоксом заключается то, что в этой картине мы видим ту же самую идею. Идею мессианскую, по сути. На тройке, которая несется вскачь, американский флаг. На этой тройке за человеком, держащим флаг, мешки с мукой, мешки с зерном, которые голодающим крестьянам без носа. Солнце восходит, освещает американский флаг, и вот русские мужики, бабушки падают, ницы молятся американскому флагу. Это тоже идея миссии. Благодетствующая Америка, голодающая Россией. Само по себе это движение, конечно, мощный всплеск дружественных отношений. Так же, как и затем движение, которое будет связано с помощью модернизации России. Потому что, например, очень известный человек в истории российско-американских отношений, министр путей сообщений Хилков, обучавший железнодорожную страдистку в Соединенных Штатах Америки. И вот прошел путь от рабочего подвижного состава до начальника смены. И затем строил железные дороги. Потому что начинается действительная индустриализация в конце XIX века. И рядом вот с этим образом Сибири как тюрьмы, как место ссылки, формируется образ России, которая разворачивает мощнейшее строительство, движение в Сибири. Сибирь как Эльдорадо, как Новый Клондайк. Сибирь, которая развивается по похожей траектории по сравнению с Западом США. И сюда устремляются предприниматели, которые несут с собой технологии, помогают строить железную дорогу. Сюда отправляется вагон и подвижной состав, товары различные. И на страницах американской прессы целые сибириады разворачиваются. Вдохновенные статьи по поводу того, как Россия воспрянет из вот этого отставого состояния благодаря модернизации, как эта транссибирская дорога позволит связать мир воедино. И этот образ тоже будет существовать. И надо сказать, что в рамках деятельности предпринимателей, инженеров, и тех, кто делал ставку на освоение рынка Российской империи, не было места ни для дихатомии и оппозиции, не было места ни для демонических образов, ни для романтических образов. Они воспринимали эту реальность и пытались двигаться в направлении освоения новых рынков. И это, кстати, создавало очень прагматический тренд российско-американских отношений. Если мы будем говорить об образе США в России в это время, то вот к тем образом, о котором говорил Иван Иванович, и это были образы, связанные с представлениями о дискриминации, с образами облудельцев и образами о невольниках, о рабах, бывших уже теперь невольниках, рабах, все-таки добавляется тоже достаточно жесткое структурирование. Я бы сказала, что образ США в России две составляющие в себя вбирает. Одна составляющая, которую я бы назвала референтная. То есть, когда Америка воспринимается как образец для подражания. Это одна составляющая. И здесь мы можем говорить об Америке как рассаднике промышленности, технологии, техники, то, о чем говорил Иван Иванович. Здесь мы можем говорить об Америке как о стране свободы. И это, кстати, будет очень ярко выражено в период революции, когда в программах либеральных партий мы увидим буквальное восприятие для своих целей и для своих перспектив, то есть для реализации именно Америку как образец референтной. То есть, как референтную модель, как образец. Америка как образец – это Америка с ее американской мечтой для тысячи мигрантов, которые управляются сюда. Америка – страна обитованная. Америка была страной обитованной для тех, кто прибывает сюда в составе миграции из Российской империи. Парадокс будет заключаться в том, что преобладали евреи, поляки, русские немцы, финны, литовцы. 4% русских в составе миграции из Российской империи. И для этих людей Америка была землей обитованной. И она тоже была референтной модели. Параллельно формируется и критическая составляющая. Эта критическая составляющая будет связана с представлениями о дискриминации. Она будет связана с рассуждениями консерваторов российских морально-нравственного содержания. Эта критическая составляющая будет связана со стереотипом об Америке как о стране делецов, бездушных людей, которые водятся за наживой, о вторичности американской культуры. И, кстати, эта идея будет распространена в рядах российской интеллигенции, вторичности американской культуры. Вот Россия отстала в политическом строе, в экономическом развитии. То, что касается вот этой составляющей Россия Америку обыкнала. Богатство духовной культуры. Это особенно заметно в среде консерваторов. Эта критическая составляющая проявляется и в литературе. Вот в этом смысле я бы взяла двух авторов. Вспомните Чернышевского «Что делать?». Ведь у него тоже есть образ Америки ярко выраженный. Причем он тоже очень отличается. Это иной мир, но не потусторонний, как у Достоевского. Это иной мир, куда едут герои делать дело, чтобы затем вернуться. У Достоевского Америка – это потусторонний мир, тот мир. Ну, классическая фраза Светри Гайлова о том, что перед тем, как он покончил жить в Самубийском, если спросят, куда поедал, так и скажите в Америку. То есть это место, откуда не возвращаются. Это место – символ такой смерти. Это место – символ крушения надежд, планов, карьеры героев. Если кто-то и возвращается из Америки у Достоевского, то не возрожденный, а измененный. А это разные вещи. Поэтому мы видим, как формируется уже в этих сочинениях, в этих литературных текстах, которые окажутся в центре внимания американской публики, читающей публики. Вот этот образ Америки у Достоевского, этот образ будет критический. Если взять такую общую схему, можно сказать, что в период модернизации, реформ, на первое место выходит референтная модель образ Америки, как референтная модель. В период контрреформ, в период реакции выходит критическая составляющая, вот это, в том числе нравственно-этическая составляющая. И параллельно, как я вам сказала, и в Российской империи, и в Соединенных Штатах Америки начинается становление американистики и русистики. Соответственно, мы можем говорить о первых шагах русистики в Соединенных Штатах Америки благодаря во многом усилиям русофилов. И Арчибальд Кулич инициирует развитие американистики в Гарвардском университете, прежде всего исходя из необходимости профессионализации истории и расширения в видении мира американцев. И это американская повестка дня. И именно Кулич скажет очень верную вещь для того периода. В своей экспансии Российская империя не лучше, не хуже других. Она занимается в Маньчжурите тем же, чем Соединенные Штаты занимаются на Панамском перешейке. То есть мы увидим, что здесь вот это сравнение формируется уже совершенно в другой плоскости. Выходят новые переводы, увлечение Толстым, увлечение Тургеневым сначала, потом Толстым. Толстым как писателем, как философом, как религиозным деятелем. И религиозные деятели американские, прежде всего, заинтересованы в этой этической программе Толстого. И американские писатели заинтересованы в знакомстве с русской литературой. Ибо учатся русских писателей реализму, особому взгляду на жизнь и при осмыслении этой жизни с точки зрения вот этого нового совершенно реалистического подхода. Я понимаю, что уже не так много времени осталось. И вот я чуть-чуть займу, потому что сейчас можно будет показать много интересного еще. И вот изменения серьезные, конечно, начинаются уже в первых годах 20 века. Я сказала о том, что в 1903-1905 году Россия и США переживали первый кризис в своих взаимоотношениях. У этого кризиса было три грамма. Одна была связана с Кишиневским погромом и реакцией на Кишиневский погром 1903 года. Это и первая петиция с требованием либерализовать положение российских евреев. Не в защиту американских граждан, а в защиту российских евреев, за которой стоял Пеодор Груздин. В 1903 году, я сейчас вам покажу эти образы, в 1903 году мы с вами видим, как формируется и новое совершенно агрессивное направление в дальневосточной политике Российской империи. Это дальневосточная программа, знаменитая безоградзовская группа, которая связана уже с расширением экспансии. И если в целом вот это столкновение геополитических интересов на Дальнем Востоке, оно имеет двустороннюю подпитку и США, и Россия, то, конечно, вот сам курс дальневосточно-агрессивный стал очень мощным импульсом. И вот с 1903 года начинается Первая война образов. Первая информационная война, в которой принимают участие американские карикатуристы. Вот мне кажется, что уместно сказать о карикатуре как об источнике особой видовой характеристики. Вы уже заметили, кто был на моей предыдущей лекции, что для меня карикатура это не иллюстрация, а это именно источник. И карикатура в этом смысле дает нам очень много информации, потому что она проговаривается не исходя из того, что мы видим из сегодняшней карикатуры, а то, что закладывал художник и то, что прочитывала аудитория. То есть исходя из контекста в той аудитории, которая карикатуру создавала и воспринимала. И карикатурист всегда использовал те вербальные ярлыки, те маркеры, те образы, которые были понятны публики, потому что без этого карикатура не была бы прочитана аудиторией и цепиентом. То есть карикатура это одновременно и индикатор настроения, которое существует в обществе, и механизм формирования новых общественных предпочтений. Карикатура очень интересный текст, который требует знания периода в развитии журналистики, знания стиля определенного художника, нужно обязательно брать в расчет принадлежность данного издания к той или иной партийной ориентации, или наоборот брать в расчет независимый статус, нужно учитывать политику редакции, нужно учитывать, что карикатурист был связан с этой редакционной политикой, и вот вся совокупность факторов, связанных с контекстом, в данном случае нам будет интересен сначала американский контекст, а потом российский контекст, она берется в расчет. Я вот делаю в рамках своих курсов мастер-классы для ребят, прежде чем они начинают анализировать карикатуру для студентов, анализировать карикатуру в своих работах. Итак, в 1903 году, обратите внимание, вот очень привычно писать в литературе о том, что война на Дальнем Востоке укладывалась в основную оппозицию славянин и усусанглосакс. Но если вы обратитесь к анализу американской карикатуристики, для американцев это была совершенно другая оппозиция. И мы видим, как в период этой войны, имиджевой войны образов, которую, кстати сказать, Россия проиграла и США, и Японии, потому что японцы очень мощную кампанию развернули на территорию Соединенных Штатов, мы видим, что основной оппозицией, основной дихотомией является оппозиция цивилизация везус варварства. И вот это пока только Дальний Восток, это доктрина открытых дверей. И вы видите, карикатуры все на английском языке, я думаю, не нужно очень много времени посвящать тому, что конкретно где написано, поскольку все вербальные составляющие карикатуры на английском, это то, как Россия выполняет доктрину открытых дверей, принципиально важным для Соединенных Штатов Америки. Поясню. Те, кто вырабатывал новую идеологию экспансии, это Группс и Генри Адамс, это тот же Театр Рузвельт, это Альфред Мэйкен, который стоял у истоком геополитики, американской известной маринист, формировали представление о Китае, как о том месте, где будет решаться судьба мира. Смещался акцент внешней политики, формировалось новое мировосприятие. И здесь, в Китае, США столкнулись с Россией. И доктрина открытых дверей была основополагающей для внешней политики США на Дальнем Востоке, а все остальные страны имели зону влияния. И Россия двигалась в свою зону влияния. Поэтому первая карикатура вводит нас в пространство намечающегося серьезного конфликта на Дальнем Востоке, пока США в группе держав за Турезоупом. И вы видите, что значит доктрина открытых дверей в исполнении России и императора Николая II. Обратите внимание на крылышки пчелок. Вы здесь видите надпись «Цивилизация XX века». Это реакция на антиеврейский погром в Кишиневе. Один из самых страшных погромов в истории Российской империи. И, собственно говоря, в этот период мы видим, как формируется, дополняется вот это противостояние цивилизации варварства на Дальнем Востоке, варваризации образом официальной России именно вследствие насилия в период антиеврейского погрома. Когда было убито 47 человек, пострадало 2750 еврейских семей и общий ущерб, который был нанесен в собственности, исчислялся в сумме 2 миллиона 500 тысяч рублей. А вот наложение образов. Посмотрите. Кишинев, Манчжурия, слова в ногах у вот этого солдафона, сокровавленной сабли. И здесь уже дядя Сэм, Джон Буль и Казир вот с усами стоят на заднем плане, показывают ему, какая цивилизационная миссия России на Дальнем Востоке станет цивилизованным варваром после Кишиневского погрома. Так 903 год накладывается и формирует вот это представление. И я хочу обязательно показать вам и другой совершенно срез восприятия. Сама Россия в этот период становится прецедентным образом. К образу России апеллируют и те, кто хочет политику двойных стандартов правительства США критиковать, и те, кто хочет оправдать и ту, и другую политику, и те, кто хочет оправдать политику в самих Соединенных Штатах Америки, рассуждая, что как бы плохо не было в России, в США все равно лучше. Так Россия начинает выполнять роль русского другого, темного двойника Соединенных Штатов Америки. Это тоже 903 год, Джон Макачин, один из известных корректуристов, как раз газетная корректуристика в это время развивается. И мы видим, это газета за Чикаго Дэвид Рибью, и мы видим, как дядя Сэм бросает камни в огород русский после Кишиневского погрома, а за его спиной Багая антинегритянский погром. Хормируется вот эта оппозиция. Еврейские погромы в России, негритянские погромы в Соединенных Штатах Америки. То же самое. Петиция, которая была составлена и подписана Дандором Рузвельтом, конечно, не была передана. Кассини не передал эту петицию, посол Российской империи в США не передал правительству. Николай Второй изображен отморимость от Кишиневской петиции. Я переживаю ее слезы по поводу объектов жертв речевания в Далаврове. И вот, собственно говоря, в это время формируется уже представление об экспансионистских амбициях Российской империи. Появляются вот эти образы русского медведя, который готов поглотить весь земной шар. Карта Азии, зачеркнута, России, изданная в Санкт-Петербурге. И, обратите внимание, Япония – это та маленькая страна, которая вступила в борьбу вот с этим гляхом. Давид весус глях. То, что затем станет очень важным элементом метафорики формирования образа России в США, это потом будет маленькая Грузия, это потом будет Украина. Это Давид и Голиаф ловкие, модернизированные, способные побеждать неповоротливого отсталых Давида. А Голиаф, извините, может формироваться в различных образах. Я вам скажу, что очень многие в американском обществе желали победы Японии по разным причинам. Американо-еврейская община желала, потому что это позволит ускорить модернизацию политическую и либерализовать положение еврейского меньшинства. Русские эволюционеры, потому что это ускорит революцию и создаст вот это движение вперед. Сторонники экспансионистской доктрины, потому что Россия воспринималась как угроза на Дальнем Востоке и вообще способность проводить конструктивную, насыщенную политику на Дальнем Востоке Соединенными Штатами Америки воспринималась как тест на способность проводить целую мировую политику. И поэтому, если мы обратимся с вами к образам, которые возникают в период русско-японской войны, то мы увидим, что Россия исключена из клуба цивилизованных держав. Но у нас появился новый член клуба цивилизованных держав. Янки Востока. Японец как Янки Востока. И вы видите здесь на этих двух карикатурах реализацию этой идеи. Медведь говорит дяде Сэму, как ты теперь тоже японец. То есть здесь вы видите руки протянутые через океан. Миката и Теодор Рузы. Новый вариант. Янки Востока. Иисус империя зла. Цивилизация и Иисус вагнство. Он теперь один из нас. В яслях цивилизации. Посмотрите на японского малыша, который пьет из бутылочки цивилизационное питье для малышей. И вот доглячок Николай II на заднем плане. Который продолжает тянуть детские напитки из бутылочки деспотизм. Произвол. Обратите внимание на игрушки разбросанные. И на ярмычки. Вот на форме этого малыша, здоровяка японского. Здесь как раз подчеркивается, что Япония одерживает победу благодаря своему искусству модернизации, амбратической программы. И что она теперь купит цивилизованных держав. Он теперь один из нас. Он Янки Востока. Это, если вы обратите внимание на вот эту карикатуру, это уже период, который будет связан с подписанием Корпсенского мира. Но до этого я хочу показать... Нет, наверное, все-таки давайте мы продолжим эту линю. Я хочу обратить внимание, как выстраивается вот эта линия. Посмотрите, различные образы, различные подходы. Вот на заднем плане фонарики цивилизация, образование. И побежденным не приходится выбирать. Это победа Японии просвещенной. Очень интересный подход, на который тоже хочу обратить внимание. Земной шар, который подсаживает адмирала Тока, после Цусимы, на место между Дьюи, адмиралом, прославившимся в испано-американской войне, и флотоводцем британским Нейсоном. А вот на правой карикатуре удивительная игра образов. Русские воюют так же плохо с японцами, как испанцы в перед испано-американской войной с американцами. Посмотрите, как выстраиваются вот эти линии. Давид Лесус-Голиаф, то, о чем я вам говорила, маленький юркий японец, ловкость против грубой силы, и вот этот огромный Голиаф, весь увешанный медалями, ярлыками, вот этими вербальными, деспотизм, варварство Сибирь, ссылка, тайная полиция, насилие и так далее и тому подобное. И пик вот этого Япония как двигатель русской революции. Япония с разбивающей цепи, разбивающей цепи, которые сковывает русский народ. А это обратная сторона, это то, как изображались Соединенные Штаты Америки в русских лупках, периоды русско-японской войны. Я хочу обратить внимание, что на уровне правительства реакция на политику Соединенных Штатов на Дальнем Востоке была очень негативной, крайне негативной. Вся пресса правительственная писала о предательстве американцев за всю ту дружбу, которая была раньше оказана Российской империи, в ответ предательству практически союз, как писали, хотя военного союза не было, но моральная поддержка, финансовая поддержка как раз оказывалась со стороны Соединенных Штатов, а фирма Джекова Шифа размещала займы японские в Соединенные Штаты Америки. Кстати, последняя уже прямо перед портинской конференцией. И правительственная партия, безусловно, очень резко критиковала позицию Соединенных Штатов Америки, однако сторонники модернизации были готовы поддерживать идею о том, что эта война действительно двигатель обновления, потому что она ослабит политический режим и позволит проводить телефон. А в массовое сознание образ США, как лукавого доброжелателя, как помощника японцев, интегрировался через лубки. Вот это на самом деле квинтиссенция образа японских императоров и его лукавых доброжелателей. Вы видите микады, которого пуль и джонбул, наверное, даже более так правильно, и дядя Сэм подталкивают к пропасти. Дядя Сэм финансист, дает деньги японцам. Вы видите, японец все время с протянутой рукой. Дядя Сэм финансирует войну, по сути дела. Америка финансирует войну. И дальше вы видите вот эту самую распространенную в русских лубках метафору. Русский богатырь против японцев. Очень часто написано «япошек» уничижительно. И всегда русский богатырь побеждает японцев на глазах у Була и у дяди Сэма. Та же самая картина. А вот это интересный лубок. Я хочу обратить внимание на него. Здесь речь идет о том, как изображается японец. Вы знаете, что в русских лубках японцы изображались как насекомые, как твари, желтолицые, мартышки и так далее. Японцы говорили о том, что русских так нельзя изображать. Американцы поддерживали эту идею почетно победить сильного противника, а не ничтожного. Но про то заключается в том, что в период Второй мировой войны американцы после Перл-Харбора также стали изображать японцев как мартышек, насекомых. То есть такой же уничижительный образ появился, но позже. Таким образом, вот через систему лубков создавалось вот это видение. И на самом деле дипломатические представители США писали в Госдепартаменте, что это удивительная ситуация. Большая часть российского общества на уровне определенного сознания считает, что между США и Японии чуть ли не союз военный. Что на самом деле, если бы не США, Япония вообще бы не могла воевать. И вот когда Портсманская конференция открывает свою работу, начинает формироваться то самое мнение, которое затем позволит нам говорить об эволюции представлений. Но я не согласна с той точки зрения, которая достаточно прочно утвердилась в литературе, прежде всего в российской, о том, что ВИТО в одночасье изменил представление американцев о России. Я вам показываю карикатуру периода Портсманской конференции. Посмотрите, ничего не поменялось. И это одна из многих карикатур. Обратите внимание на книги, на полке за спиной Микадо. Кант, Миль о свободе. То есть это литература, которая является символом достижения западной цивилизации. Не давай мы пока подняться. Вот апофеоз русско-японской войны в карикатурах. Это Портсманская конференция. На самом деле, если мы обратимся к восприятию миссии Рузвельта по установлению мира, можно сказать, что военная партия в России была категорически против заключения мира и формировала негативный образ Рузвельта. Потому что считалось, вот Линеевич об этом писал, что еще бы немного Россия бы победила, если бы не Рузвельт с его инициативой мирной. Революционеры тоже не могли простить русский Рузвельту то, что он инициировал мирную конференцию, чтобы много революции его полыхнуло, хотя она и так полыхнула. Отношение делового сообщества было более терпимым. И либералы на самом деле не занимали однозначные позиции. И это будет связано уже с тем, что в самом обществе русском война была хранения популярной. Война уже теряла вот тут самый патриотический запал, который наметился в первые месяцы русско-японской войны. И поэтому я бы сказала, что в целом либеральный лагерь был готов признать заслуги Рузвельта. Признать заслуги Рузвельта в том смысле, что общество должно наконец сосредоточиться на внутренних проблемах и начать реформах, и начать модернизацию. В чем изменение в общественном мнении по отношению к России было? Это в том, что начал меняться образ Японии. Она постепенно начала уходить из хубоциализованных держав. И вот через это изменение отношений к Японии стало и смягчаться отношения к России. Таким образом они напрямую. Вы видите, это появление представления об экспансии Японии, восточной доктрины Монро. И вот эти карикатуры показывают уже те опасения, которые стали возникать, о том, что Япония усилилась по итогам русско-японской войны. И может быть, несмотря на то, что Рузвельт говорил, что японцы играют в американскую игру, это не совсем так. Что японцы делали вид, что они играют в американскую игру, но играли в собственную партию. И вот эти карикатуры отражают как раз возникшие опасения. И вот именно эти опасения подтолкнут смягчение образа России. И тем не менее, в целом, миротворческая миссия Театуры Рузвельта будет достаточно высоко оценена в американском обществе. На страницах американской прессы расхождение будет скорее восприятие в русских репрезентациях, восприятие в России. Вообще вот с этого времени, вообще с этого периода появляются истории индикатора климата российско-американских отношений. Такими историями индикаторами станет и роль Рузвельта, и Бортсвенской конференции. И в период похолодания очередного, особенно во второй президентский срок Путина, мы видим, как начинаются опять разговоры о том, что американцы помешали русским одержать победу в русско-экономской войне. В Крымской войне помешали одержать союзники, изменившие европейскому концерту. В этой войне помешали, в данном случае, американцы. Вклад Рузвельта однозначен. Также, кстати, как и вклад Витте, как и вклад Мейера, посла Соединенных Штатов в России, правой руки Рузвельта. Это трио готовило и работало над результатами Портсвенской конференции. Вообще, на самом деле, восприятие того, какова роль Рузвельта и Портсвенской конференции, будет зависеть от восприятия перспектив русской революции. Вот, собственно, русская революция и образ этой революции накладывается на восприятие русской и апонской войны, и мы видим, как впервые формируется представление о том, какой должна быть революция в России, какой совершает она фрук, какова ее логика. И не случайно, наверное, основными образами, которые возникают в это время, будут образы революции американской и французской. Причем образ французской революции – это образ предостережения от ошибок, которые были сделаны, от террора Яковинского, от ошибок, которые сделал Людовик, в результате чего он лишился головы. И вы видите как раз здесь образ Людовика XVI как прецедентный образ, он предупреждает Николая, он смотрит, это как раз правая карикатура после кровавого воскресенья, он смотрит на Николая II, который подписывает указ о расстреле демонстрации. Так в США начинается увлечение русской революции. Дело в том, что Екатерина Грешко-Брешковская, которая представляла одни лимиралов Айсерф, радикальные революционные крыло и Павел Николаевич Милюков, который действительно представлял русских лимиралов и приехал накануне русской революции, как и другие визитеры американские, как потом Аладин, Чайковский, которые приезжали в 1907 году, формировали совершенно определенный образ русской революции. Они формировали образ революции, который будет похожий на американскую революцию, который будет конструктивно, который будет следовать вот этой политической логике, которую будут возглавлять либералы. Это будет русский вариант 1776 года. Почему они это делали? Почему они говорили это американцам? Потому что нуждались в моральной поддержке. Но Милюков искренне говорил, он так считал, это было образцом. А параллельно, допустим, Брешко-Брешковская революция действительно очень чутко отдавала себе отчет в какой аудитории, что говорите. Это вообще было характерно для радикального крылорусского революционного движения, представителей которого посещали Соединенные Штаты Америки. Я читала переписку в Гуверовском архиве, где Волковский писал, имея в виду, из Лондона писал, имея в виду, когда ты будешь выступать в США, рубить правду матку можно только в Восточном Иссайде, там, где радикальные иммигранты и русско-еврейские иммигранты. Во всем остальном ты должен четко понимать, где предел допустимого в революции. И вот, собственно говоря, вот это вдохновение по поводу того, что русские совершают революцию похожую на американскую, а истинная революция как раз была революция конструктивная, революция политическая, революция по образцу американской. Вот это представление на самом деле формировало ту основу для последующего разочарования, которое мы будем наблюдать первый раз и в последующем. Американцы воображали русскую революцию, меряя ее со своими представлениями об истинной революции. И если мы посмотрим на публикации в американской прессе в начале 1905 года, ну поистине духа Патрика Генри Виталу над Российской империей средств зрения американцев. И мы все время видим сравнение с отцами основателями. Мы видим сравнение событий революции 1976 года, революции конца XVIII века в Америке и событий русской революции. И, конечно, Россия, которая превращалась в объект освободительной миссии Америки. Отправить паракоды, если не с оружием, то с литературой просветительской. Но можно ли с оружием? В клубах, на собраниях, в обществах обсуждался вопрос о том, как же американцы могут помочь России достичь свободы. На карикатурах мы все время видим солнце свободы, встающие из-за океана, чтобы осветить тюрьму. Руки, полные долларов, протянутые через океан. А вот здесь мы видим с вами двойной смысл. Вот будет ли такое 4 июля, говорит вот этот скованный цепями русский мужик, глядя на дядю Сэма, на звездных искрах, которые от факела свободы разлетаются, написана революция, независимость. То есть, с одной стороны, факел свободы, освещающий телом русский народ. С другой стороны, вот эта расселька, темный двойник. То есть, это, на самом деле, соотношение двух образов. Вот то самое использование образа, о котором мы начинали говорить с Иваном Ивановичем еще на прошлой неделе. Вот эта карикатура очень яркое свидетельство того, как работает русский другой. Обратите внимание, это инновационная речь Рузвельта. Вот, посмотрите, Рузвельт сидит окруженный радостным народом, который приветствует его избрание. И Николай Второй на троне, окруженный восставшим народом. Пушки стреляют, Япония наступает. Очень интересно. USA слева, справа, Russia. И вписанной буквы USA. Джон Маккачел за Чикаго де Литриду. И это та самая позиция, которая будет постоянно присутствовать на протяжении всего 20 века. Это русские цари, русские генеральные секретари, как темные двойники американских президентов. Я вам покажу пару карикатур на эту тему. Это начало холодной войны, статуи тирании, ситуация в перевертыш. И это уже вторая карикатура. Это Джереми Костелла, известный корректурист американский 20 века. С левой стороны Сталин в облике статуи не свободы. И с другой стороны Путин в облике статуи не свободы. Поэтому, когда я читала лекцию на прошлой неделе, я вам сказала, что сейчас мы в русской корректуристике видим обратную ситуацию, когда именно американские президенты становятся вот этими темными условными двойниками оппозиции, антиподами для президента Путина, как это преподносится русскими карикатуристами. Ну и мы видим вот эти два образа, о которых я говорила, применительно в движении друзей русской свободы. Романтический образ русского народа, разрывающего оковы, встающего на борьбу за свободу и справа хочу обратить внимание на карикатуры, это обложка журнала Life, первая цветная обложка журнала Life, на которой изображена вот такая вот задорная курносая русской свободы и Николай еще младенец в том, что касается обновления политического строя. А вот это уже разочарование. Парадокс строя революции американцев и русской революции заключается в том, что когда для большей части русского народа революция действительно начиналась, для американцев она и закончилась. Надеялись, что манифест Октябрьский направит революцию в конструктивное русло, вместо этого стачка октябрьское и декабрьское окруженное восстание, ведь уже на армии и на флоте, и это уже превращение революции в путь бессмысленный и беспощадный. Появляется образ французского санкилота, вылезающего вот из этого кипящего на тла революции. Анархия, насилие, эсеровские покушения. На время признали даже американцы право на политическое убийство после убийства Блебе, но лишь на время. И вот, собственно говоря, здесь уже в конце 905 года русская революция переходит в предел допустимого революции с точки зрения американских наблюдателей. Начинается после подъема, спад, разочарования. И вот вы видите, для чего русскому народу дана свобода, чтобы убивать невинных евреев. Неграмотность, непросвещенность, отсутствие русского народа. Таким образом, мы видим, как травируется представление о русской революции, представление романтическое, потому что на самом деле революция развивалась по своей логике, но воспринималась сквозь призму логики американской. И вот этот цикл вдохновения по поводу перспектив русской революции, а затем разочарования в ее итогах будет характеризовать восприятие всего 20 века. И сейчас, если мы говорим о восприятии России, это затяжной цикл разочарования. На время прервался в ходе перезагрузки. Теперь волна пошла окончательно на звал. Те же самые образы, посмотрите, самый ближайший цикл к этому – это революция 1917 года. Это февраль. На медведи, статуи свободы, 1976-17 год. Уже наработали коммуникативные стратегии, наработанные образы. Русские мужики, приветствующие эту свободу. Упившийся свободой русский народ. Это уже ближе к осени. Еще есть надежда, что продрезвее. Это уже ноябрь. Россия сбилась с истинного пути. Идет опять анархия, игнорес, анки. То есть те же самые ключевые слова, те же самые маркеры. А вот восприятие русской революции в США, я вам сказала, народ русский, который освобожден должен быть от политического рабства, Солженицын в образе Авраама Линкольна. Очередной освободитель. Знакомьтесь, Борис Николаевич Ельцин. Это очередной цикл надежд по поводу русской революции. А справа разочарования. Это уже на фоне событий в Чечне. От такого, от такой статуи свободы, там у нас статуя и свободы была, до вот такого разочарования. А вот итог революции по-русски. Мимо свободы в диктатуре. Это уже точка спадка. И вот на этом этапе, почему я останавливаюсь так подробно на событиях революции. Вот на этом этапе мы видим, как окончательно завершается цикл. На фазе подъема романтический образ русского народа. Либерально-универсалистские мифы с их метафорами, оппозициями, репертуарами смыслов. Надежда на то, что русский народ в состоянии быстро модернизироваться, вступить в последующую выручную экономику, провести реформы, двигаться по пути модернизации. Только нужно освободить, помочь ему освободиться от ксенофобствующего правительства. И на фазе спада консервативный русофобский миф об извечной Руси, о неизменном национальном характере. О том, что России может быть уготована двигаться таким путем. Завершая разговор наш сегодняшний, проводя выводы уже с проекцией на современность окончательно, и хочу подчеркнуть несколько моментов. Если мы обратимся к кризису, то мы с вами увидим, что это действительно очень важный переломный момент. Потому что в этот период, в ходе вот этой войны образов, формируются репертуары смыслов, которые сохраняют свое значение в последующем. Если мы возьмем Россию, то мы увидим, что в этот период, с одной стороны, ярко выраженная референтная составляющая русского образа, когда в Думе, в государственной, обсуждаются действительно либеральные проекты. За образец берутся Соединенные Штаты Америки. С другой стороны, критическая составляющая со стороны самих революционеров. Та составляющая, которая затем прочно войдет в советскую традицию, в советскую литературу, и начало ее будет положено критическому отношению еще повестями и рассказами «Короленко», который посетил выставку в Чикаго. И эта тенденция затем закрепится благодаря поездке Максима Горького в Соединенные Штаты Америки. Очень удачной поездки, потому что он приедет со своей гражданской женой, актрисой Андреевой. Он будет, по сути дела, аслистан в Новой Англии британской. Ему не разрешат оставаться в гостинице, двери гостиниц будут закрыты. Он соберет часть денег для социалистов русских, но небольшую. Однако в наследие от этой поездки останется город желтого дьявола, останется образ вот такой страны Спрута, затем эта традиция будет закрепляться, и в ней, кроме вот этой критической составляющей, бездушная толпа, вот эти города Спрута, высасывающие жизнь из людей, бездуховность, вот эта погоня за наживой параллельно будет все равно присутствовать и у того же Горького восхищением техническими достижениями американцев, вот этими новинками. И вот это соотношение критического и того, что вызывает восхищение, но с преобладанием критического, мы увидим потом и у Есенина в Железном Миргороде, мы увидим потом и у Блока, и мы увидим потом и у Маяковского, и помните это знаменитое и у Есенина Европа курит и бросает окурки, а Америка подбирает, из них вырастает нечто потрясающее. Вот это как раз совмещение этих двух образов. Кроме того, в период первого кризиса мы видим, как действительно образ, наработанный на общественном уровне, интегрируется во внешнюю политику, как образ демонический России начинает оправдываться на уровне внешнеполитического ведомства Госдепартамента Президента для обоснования новой внешнеполитической ориентации в Соединенных Штатах Америки. В этот период разрушаются впервые образы России и США взаимные как союзников. Потому что, собственно, один из мифов, который был разрушен в период первого кризиса, это миф о российско-американской должности. Второй – это миф о Японо-американской должности. Впервые в период кризиса была проведена тотальная ревизия вот этой истории дружбы. Начиная от «Войны за независимость», через «Продажи Аляски», «Перед гражданской войны», «Продажи Аляски». И писали о том, американские газеты, журналы, что Россия никогда ничего бесстаристно не делала в Америке. А за Аляску Америка заплатила деньги. И всегда, каждый раз, и когда корабли отправляла, и когда Екатерина выступала с декларацией, что он не будет лететь, это было выгодно прежде всего России. И это тоже такая история индикатор, особенно связанный с кораблями. Как только потепление в российско-американских отношениях. В России говорят о том, что Америка России помогала, в Америке говорят о том, что Россия помогала Америке, корабли прибыли в самые сложные годины в период войны, в независимость, гражданство войны. Россия приходила на помощь, протягивала руку помощи. Я помню прекрасно, как в период перезагрузки, я проводила конференцию в Российском государственном коммунитарном университете, и у меня на открытии выступал Байлий, посол США в России в то время. Первое, с чего он начал с истории о том, как две русские эскадры в период гражданской войны прибыли в Соединенные Штаты Америки, чтобы помочь федеральному правительству сохранить единство союза. Это был дружественный акт. Да, российское правительство отправляло эскадры для того, чтобы спрятать их в портах дружественной державы. На случай войны, которая могла бы случиться с Англией и Францией из-за обострения в польском вопросе, отрабатывая маневр по перебрасыванию флота. Эти инструкции были у Месовского и Попова адмиралов, и позже их опубликуют сначала российские следователи Гламор и Гончаров на страницах морского сборника, ну а собственно американской публике эту историю откроет Фрэнк Голдер, знаменитый русист, который на страницах американской истории моревьё опубликует сами донесения. Но это не меняло сути дела. Проблема состоит в том, что его секретарь Сьюар и Абрам Линкольн президент прекрасно знали, зачем Россия отправила корабли. Но это было взаимовыгодно. Это и есть дружественный статус-кво, который существовал в 19 веке. Но сама история превращается в историй индикатор, так же как и история спортсменской конференции и трактуется соответствующим образом. То есть распадаются вот эти давние представления друг о друге. И вот когда заканчивается кризис и стабилизируется ситуация в межгосударственных отношениях, вот эти образы никуда не исчезнут. И как только нужно будет, они будут востребованы. Охлаждение в 1911 году, потому что движение за денонсацию договора инициированы еврейской общиной, друзья русской свободы подключились. Договор был денонсирован торговой, потому что в нем содержался пункт, который требовал уважать паспорта американских граждан. Этот пункт по-разному трактовался российским правительством и американским. Но в период денонсации договора вот вот вся эта история со страной тюрьмой, демоническим образом, она вновь вышла на первый план. И отправляли финансового советника Шустера из Персии, который действовал в зоне английских и российских интересов, тут же заговорили об испансионистских амбициях российской империи. Тут же эти образы, медведи опять появились, вот эти поглощающие территории, о которых мы с вами говорили, которые мы видели. То есть сами репертуары смыслов уже устоялись. И это ограничивало подвижность. Но полифония возвращалась для того, чтобы в период Первой мировой войны на фоне сближения впервые был поставлен вопрос о серьезном взаимном изучении России и США. Мы видим, как американская русистика делает новые шаги вперед, как распространяется география центров по изучению России, как начинает преподаваться. Русский язык, русская литература в Колумбийском университете, в Гарвардском университете программа сохраняется. И это деятельность во многом русофилов, которые получают новый импульс. Впервые правительства двух стран говорили о том, что нужно поставить взаимное изучение в повестку дня двусторонних отношений. Не остается ли актуальной эта проблема и сейчас? И мы видим, как действительно русофилов подтолкнут изучение русистики. То, что касается американистики в России, она будет иметь ярко выраженный прагматический характер. Возьмем ли мы публикации Фортунатова, Межуева, Ковалевского Максима Максимовича, Остроговского Максима Яковлевича, мы видим, как восприятие политического строя Соединенных Штатов Америки, принцип разделения властей, демократия как механизма реализации власти, соотношение местного и центрального уровня власти все время будет находиться в центре их внимания на страницах их работ. Среди вопросов тех курсов, которые они считали в Московском университете или в университете Санкт-Петербургском, это особенно четко проявится в период революции 1905-1907 года, когда вот эта прагматическая составляющая американистики, которая формировалась либералами-западниками, это была, если мы говорим о профессоре, это были либералы-западники, была четко ориентирована на то, как использовать знания о другой стране для формирования собственной программы реформ. Вот почему американистика в России имела ярко выраженный прагматический характер? А революция 1917 года прервет это течение и произойдет изменение полное, которое нам тоже дает очень серьезное объяснение и истоки тоже вот в том периоде, о котором я говорила. С одной стороны, те специалисты по Соединенным Штатам Америки, которые написали свои работы, будут забыты. Вот Бабин на самом деле будет, наверное, из тех, он будет развивать Алексей Васильевич Бабин, он будет развивать и русистику в США, и американистику в России, он будет из тех, кто не будет прилагать историю США для прагматических целей, потому что его консервативные взгляды не будут позволять ему действовать в этом направлении. Он вообще считал, что американская революция нарушает естественный ход истории. Однако то, что он не принят революцию октябрьскую и окончательно потом эмигрирует в США, тоже будет объяснением того, почему его работа будет предана забвение. А теперь в России, в Советской России создавать образ США будут представители радикального дискурса, а вовсе не либерального. Того радикального дискурса, который сформируется в США в свою очередь. И в данном случае мы видим совершенно другой подход к истории Соединенных Штатов Америки, где из нее будет изыматься то критическое, что нужно будет для того, чтобы выстраивать опять собственную идентичность и использовать академические исследования как поле для конструирования этой идентичности. С русистикой ситуация тоже изменилась. Если раньше это были русофилы, то после революции 2017 года русистику начинают развивать иммигранты, либеральные русские профессора. Это Карпович, Вернадский, Флоринский, это Ели, Гарвард, это Колумбия. И, как верно замечают историки, американские Дональд Дэвид и Юджин Трэни, приходя в аудитории, американские студенты получали антирусскую версию русской истории из вуз либералов русских, которые эмигрировали в Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы можем сказать, что те образы, которые формируются в период, оказавшийся в центре нашего внимания сегодня, те образы, которые создаются в рамках публицистического дискурса в Соединенных Штатах Америки, очевидно, потому что академическая русистика только начинается. И, собственно, Арчибальд Кудрич считается ее пионером, в общем, как полномасштабное академическое направление и образовательная программа. Как раз развитие русистики связано с эмигрантами, с Флоренским, Карповичем, Вернадским. А вот если мы говорим действительно о том, какое знание преобладало – это публицистика, это публицистический дискурс. Все эти образы интегрировались в русистику. Если мы возьмем, например, двух таких знаковых фигур в изучении России, две знаковые фигуры в изучении России, как Мартин Маля и Ричард Пайпс, мы увидим с вами те же два дискурса – либерально-универсалистский в исполнении Мартина Маля и консервативно-пассивистический в исполнении Ричарда Пайпса. То есть эти образы никуда не ушли, формируя пространство восприятия. Кроме того, если мы с вами обратимся к современности, уже проводя такие длинные тренды, то можно сказать, что прежде всего этот период, как и последующий, характеризует дихотомическое видение России в США. Стремление переходить от эйфории, универсализма к этому пессимистическому разочарованию. Вот эти колебания, вот эти достаточно упрощенные схемы. Хотя и тогда, и сейчас есть немало тех, кто в Америке говорит о том, что образ России многогранный. И весь вопрос, каким ликом вы хотите, чтобы Россия к вам повернулась. Хотя в период контрреформ, в период спада реформаторской деятельности и реакции в России, сама Россия создает основу для подпитывания вот этих мифов и достаточно упрощенных схем. Но миф тем и характерен, что он не берет в расчет всю реальность, а берет лишь его, ее, этой реальности отдельно составляющие. Итак, это дихотомическое видение, вот эти фазы подъема и спада. Это то, что появляется в рассмотренном периоде в мире переделок России. Ощущение сопричастности и реформирования России, ответственность за происходящие реформы. Это вообще характерно для внешней политики Соединенных Штатов Америки. И это сохраняется. В этом смысле, вот уже в этот период мы видим четыре таких вот измерений мессианской идеи. Это политическая. Россия смотрит на Америку для того, чтобы создавать политический режим и учиться демократии. экономическая. Америка преподает уроки капитализма. Это колодающая Россия и благоденствующая Америка этот образ будет повторяться. И в данном случае американцы выступают как международные филантропы. И это религиозное, о котором я не очень не сказала, но у меня не очень много времени, оно было связано с тем, что формируется представление, что американизация мира это и капитализация, и протестантизация. И вот эти представления, эти срезы формируются, и мы видим, как они сохраняются. Я вам сказала уже про тенденции, которые сохранились в изучении друг друга. Последнее, на что хочу обратить внимание. Это то, что в период кризиса формируется впервые, мне кажется. Традиционно принято говорить, что такой вопрос был поставлен Джорджем Фростом Кеннами в 1947 году. О том, насколько внутренняя политика Советского Союза формирует внешнеполитическое поведение. И требуется ли от Соединенных Штатов вырабатывать особый подход к формированию политики в отношении к России, учитывая ее внутриполитический режим. Мне кажется, что это произошло как раз в период первого кризиса. О том, что внешняя политика России связана с ее внутриполитическим режимом, но это, если хотите, одна из основополагающих саморепрезентаций самих Соединенных Штатов. Что внешняя политика США есть продолжение американской демократии. И не вся ковчег свобод другим странам, а американское общество сохраняет этот ковчег свобод для себя. И то, что еще сохранилось, и то, что возникло тогда, и корректуристика была выбрана, это персонификация образ России. То есть образ России. И Вернойман как раз в своей работе показал это очень ярко на примере восприятия европейцами России, но это же самое связанное с восприятием американцами России. То есть восприятие конкретного правителя. Конкретный правитель как воплощение добра и зла. Персонификация образа. Посмотрите на корректуристику. То есть образы путинской России это образы Путина. И в этом смысле, вот карикатура, которую я оставила на экране, это редкий случай. На самом деле это в основном персонифицированные образы царей, генеральной секретарей, президенты. И в этом смысле персонификация образа России сохраняется. Со стороны восприятия Соединенных Штатов Америки в России, вот эта референтная Америка как образец и критическая составляющая тоже никуда не исчезли. Поэтому вот, завершая наш сегодняшний разговор, и я думаю, у нас тут осталось еще время на вопросы, я очень старалась. Может быть, вопросов еще что-то успеете рассказать. Я хочу обратить внимание на то, что вот восприятие странами и народами друг другу, России, США, русскими, американцев, конечно, не исчерпывается вот этими несколькими дискурсами и несколькими образами. Что важно из всего того, что я сказала, как мне представляется? Важно то, что одни и те же образы становятся центральными. Речь не идет о том, что не существовала более широкая палитра образов. Как правило, когда потепление в российско-американских отношениях, вот эта дихотомия, вот это противополагание, оно сглаживается. Но мы никуда не ушли от того, что американский другой есть, был и остается значимым для конструирования идентичности в России. Отсюда такие всплески антиамериканизма, которые мы наблюдаем для конструирования национальной идеи. Вот Иван Иванович говорил о память, о разочаровании от знакомства с Америкой. И это тоже 90-е годы, это знакомство с Америкой и разочарование Америкой. То есть это действует. Конечно, Россия не является столь значимым другим в Соединенных Штатах Америки, как было раньше. В конце концов, есть мусульманский другой. Но то, что русская карта используется в внутриполитической игре, как и раньше, совершенно очевидно. Отсюда использование образа России республиканцами для критики во его внешней политике. Если вы вспомните колонку Путина, помните, еще до войны, до появления России в Сирии, когда он опубликовал колонку на страницах газеты New York Times, какая была реакция, я изучала блоги американских комментаторов. И это удивительно, насколько работал русский другой вот в этом дискурсе. То есть, когда нужно, это востребованный образ. И американские эксперты, я не говорю о русских, американские эксперты, американские исследователи по-прежнему говорят, что для Америки образ России во многом, как и раньше, связан с тем, где мы, то есть американцы, хотим видеть свою страну, и каково место нашей страны в мире. В этом смысле мы с вами видим, что это значит, что будет соклоняться почва для прикладной русофобии в США и для прикладного антиамериканизма в России. Есть ли надежда? Безусловно. Потому что, на самом деле, ситуация уже не похожа на холодную войну, как бы это внешне не выглядело, потому что невозможно создать железный занавес, потому что невозможно блокировать глобальное информационное общество, потому что появилось поколение другое в России. Пусть оно достаточно индифферентное политики, но оно другое, оно выросло в других условиях, и по-другому воспринимает мир. И оно уже не помнит жизни без компьютера, без айпода, и оно готово пользоваться благами массовой культуры, если мы говорим о русском студенчестве, о российском студенчестве, и даже вот этот кризис не привел к распространению, масштабному распространению антиамериканских чувств среди, допустим, студенчества. Хотя есть, конечно, молодежные движения, которые действуют в русле патриотического. То есть, вот все эти образы, все эти мифы и стереотипы восприятия есть и будут. И в этом смысле само знание того, что они существуют и какие репертуары смыслов существуют, оно позволяет выстраивать более емкое, более прагматичное видение процессов, происходящих в другой стране. Ну и, конечно, это изучение серьезное, это развитие американистики, русистики, потому что именно серьезное многоуровневое интегральное знание о другой стране, понимание этой страны не на основе симпатии, а на основе эмпатии, то есть видением процессов, происходящих в Америке глазами американцев и наоборот. Вот именно это создает представление и об экспертизе, и о том, где предел допустим в переговорном процессе. И почему Америка так себя ведет во внешней политике, а Россия ведет себя так. Вот чтобы ответить на эти вопросы, почему и что стоит за этим, необходимо обращаться к историческому знанию, часть которого я попыталась в том, что могла бы вас сегодня нестить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ